Здравствуйте! Вот, помните, я вам когда показывал номенклатуру нашего углеродного конструктора, там были очень важные элементы. Значит, связи. Связи между атомами углерода. Были связи некратные, я не знаю, как вот так назвать, их не называют, как так вот, некратные связи. Есть кратные связи, то есть двойные, и даже тройные связи. Есть связи просто вот, ну, просто одна палочка, да? Одна пара электронов находится в совместном владении, да? А есть связи кратные. Надо сказать, что есть такие слова ученые. Те вещества, те углеродные цепочки, да, в которых не содержатся кратных связей, называются насыщенными. То есть они уже все возможности для присоединения использовали. А вот те, которые ненасыщенные, вот это самые замечательные, интересные и полезные вещи. Потому что они могут использоваться для получения полимеров. Помните, в прошлый раз мы в разных видах устраивали всякие полимеры, и органическое стекло, и какой-то там вот синтетический каучук, резину, которые не только, значит, между соседними мономерами, соседними молекулами за счет раскрытия таких связей устанавливались, значит, контакты, получались цепочки длиннющие из углеродных связей, но еще и между соседними молекулами удавалось устроить шивки. Шивки там делались за счет сера, за счет атомов сера. Помните, такие вот мостики, состоящие из двух атомов серы. Это аналог кислородных пероксидных мостиков, ОО, таких вот, да? Был такой у нас разговор, да? Помните? Ну вот, теперь вот мы чуть-чуть поподробнее порассуждаем о кратных связях. Ну, вся прелесть в том заключается, как эти кратные связи получать. Дело в том, что фактически все углеводороды стремятся так или иначе от кратных связей избавиться. Очень они хотят раскрыть эти кратные связи, что-нибудь прилепить. Прилепить какой-нибудь атом. Попадает, например, атом галогена. Хлора, брома, йода. Вот такой вот атом рядом попал. Не атом, а молекула. Потому что это все они ходят парами. Йод-2, хлор-2, бром-2, фтор-2. И тут же прилепился. Ну, вообще-то так вот, чтобы в природе где-то болтался свободный хлор. Я что-то как-то не очень сильно себе это вот так представляю в больших количествах. А вот какие-нибудь окислители, типа марганцовки, это всегда пожалуйста. И вот способ нахождения, способ определения вещества углеводородов, содержащих кратные связи. Это очень важный элемент содержания кратных связей. Я вам сейчас объясню почему. Есть реакция с марганцовкой, перманганатом калия. Помните, калий-марганец-О4. Калий-марганец-О4. О, он берет 2 электрона, значит, О4 8 электронов взял. Калий дает 1 электрон. А вот марганец, значит, отдал остальные сколько? 7 электронов. Вот тут вот марганец в таком очень обделенном состоянии. 7+. И вот этот вот марганец, которому не хватает 7 электронов, он очень, так сказать, болезненно реагирует на любую возможность представляющуюся приобщить к себе лишний электрон. И вот эти вот самые моменты, такие вот приятные у него встречи с парными, с кратными связями в молекулах, в цепочках молекулярных вот этих вот углеродных, для него очень всегда приятны. Он всегда имеет возможность восстановиться. То есть присоединить к себе электроны из этих парных связей. И поэтому при добавлении к раствору марганцовки вот этих вот углеводородов, содержащих кратные связи, происходит обесцвечивание раствора. Ну, просто марганцовка, калий-марганец, О4, весь вступает в реакцию с этими кратными связями. Кратные связи – это, вообще говоря, бич пищевых продуктов. Есть различные, скажем так, масла, да, масла, масла, пищевые масла, которые содержат кратные связи. Поэтому они подвержены очень сильно окислению. В местах, где есть кратные связи, значит, происходит их разрыв и присоединение, скажем, атомов кислорода, окисляется он. С одной стороны, это плохо. Вы наверняка, так сказать, едали сливочное масло. Едали. Если взять кусок сливочного масла, ну, вполне съедобного, приличного сливочного масла, и взять его так вот, разрезать ножом, и посмотреть на этом срезе. Окажется, что поверхностный слой, он достаточно тоненький, ну, в зависимости от продолжительности хранения этого масла, разумеется, от условий хранения. Так вот, в наружном слое он заметно желтее, чем все остальное. Если вы будете вести себя как дегустатор, и будете дегустировать масло из различных частей вот этого куска, то вы ощутите, что вкус немножко разный. Немножко разный вкус. Окажется, что вкус масла, долго хранящегося вот так вот на воздухе, ну, например, в холодильнике, становится каким-то прогорклым. Вот, оказывается, в коровьем жире, в жире коровьего молока, есть некоторое количество вот этих вот двойных связей, которые приводят к его окислению, к прогорканию. Однако, вкус они создают особый. Вот мы все на язык пробуем, вкус особый создают. Поэтому, значит, умные люди, которые обеспечивают, скажем так, питание граждан, соблюдающих, так сказать, посты, а постом, понятное дело, не положено потреблять пищу животного происхождения. Вот подсолнечное масло, пожалуйста, оливковое масло, пожалуйста. И вот как-то эти остроумные люди придумали делать растительное масло с привкусом, так сказать, со вкусом масла, так сказать, сливочного, коровьего. Это достигается за счет вот этих вот двойных связей. Народ, который, так сказать, постники, пост соблюдают, распробует это масло, а в них ведь тоска во время поста, им вот искушает лукавый-то. Вот, они, значит, накупаются этого масла, так сказать, на весь пост. И тут замечают, что оно начинает прогоркать. Вот в отличие от обычного масла подсолнечного, там, растительного, какое-то там подсолнечное, рапсовое, кукурузное, по-моему, даже есть пшеничное масло, хлопковое масло тоже в пищу употребляют. Ну, не у нас, а вот в Среднеизиадской республике, вот, по крайней мере, в советское время в продаже было хлопковое масло растительное. И еще, конечно, оливковое масло. Вот такого вкуса они не имеют и не имеют тенденции к прогорканию. Есть еще одно положительное свойство у вот этих вот двойных связей. Его специально иногда достигают, этого свойства, работая с растительными маслами. Некоторые растительные масла, так вот говорят, ударение, по-моему, так положено ставить, они обладают следующим свойством. Если их, эти масла, долго варить, долго варить, причем с добавлением секативов. Секативы – это такие соединения марганца, свинца, в присутствии которых происходит образование вот этих вот двойных связей в молекулах масел. Это масло типа льняное масло, вот какие-то такие вот масла, которые потом используются для получения полимерных покрытий, по сути дела. Я уже сказал полимерные покрытия, я по-научному сказал, а на самом деле это олифа. Красите вы что-нибудь олифой. Или красите вы что-нибудь, называется это так, масляной краской. Масляная краска – это, собственно говоря, олифа, в которую добавлен пигмент красящий. Обычно любят добавлять пигмент красящий, знаете какой, минеральный. Так всегда и было. Минеральные вещества, они, во-первых, не теряют свою, так сказать, окраску, в отличие, скажем, от каких-нибудь сложных, сложно сочиненных, хочется сказать, сложных органических веществ, имеющих цвет. Эти вещества обычно обесцвечиваются, они разлагаются и теряется цвет. Если сходить в какой-нибудь зоологический музей, в Московский или в Петербургский теперь называется музей, то вот образцы животных, морских особенно, животных, хранящихся в банках, я не знаю, с чем там, со спиртом или с формалином они хранят, они почему-то, будучи очень яркими в живом состоянии, выглядят какими-то бледными, скучными, неинтересными, бесцветными. Дело в том, что красящие пигменты в них развалились. Я вам даже более того скажу, все замечательные, красивые, ракообразные икрабы, которые выставляются в витринах зоологических музеев, все они на самом деле окрашены. Окрашены искусственным путем, потому что настоящая их окраска очень быстро, к сожалению, обесцвечивается. Вот все настоящие профессионально приготовленные чучела крабов, вот, а их профессионально делают какие-нибудь там сотрудники океанологических институтов, Кинро, Атлант Ниро, такие всякие институты научно-исследовательские в нашей стране, вот, и всех снаружи искусственно окрашивают. К сожалению, настоящая окраска их пропадает. Ну, так вот, настоящая краска, минеральная художественная краска, это тоненькая-тоненькая взвесь мелких частичек минерального вещества, имеющего окраску. Например, охра, сурика, каких-то соединений кобальта, хрома, так эти краски называются, кобальт, хром, хром зеленый, кобальт синий. И их удобно, очень надо мелко растирать, поэтому каждого уважающего художника раньше был под рукой всегда, так сказать, мальчик, мальчишка, который занимался тем, что растирал краски. Вот, мальчишка использовался для растирания красок. Вот такие вот были, значит, у художников всегда помощники. Краску надо очень тщательно измельчить, чтобы вот внутри этой оливы, внутри этого масла была тончайшая взвесь. Тогда, смешивая между собой частички разных цветов, можно получить любые оттенки. Вот в чём было искусство красителей. Причём же здесь двойные связи, а вот при чём. Дело в том, что олифа, когда художник тонким слоем кладёт её на своё полотно, отойдёт, полюбуется, она тоненькая, она открыта, да, понимаете, как открыто сердце художника. И вот молекулы кислорода присоединяются к этому открытому сердцу художника, строят кислородные мостики между двумя соседними молекулами масел, вот этих содержащих двойные связи. Если этих связей достаточно много, то говорят, что это масло высыхающее, на воздухе оно высыхает. На самом деле оно не высыхает в том смысле, как высыхает, скажем, влажная тряпка, да, или что там ещё бывает, лужа. Лужа испаряется, из влажной, так сказать, тряпки высыхает, воспаряется вода, влага. Вот, из какого-нибудь там раствора соли высыхает, воспаряется влага, остаётся соль, например, да, вот так вот. А тут ничего не испаряется, напротив присоединяется кислород. То есть на самом деле даже увеличилась масса за счёт присоединения кислорода. Вот отсюда рецепт обязательно надо хранить в масляной краске в запечатанном виде, тщательно охраняя их от притока кислорода. А они сами себя, кстати, предохраняют от притока кислорода, значит, потому что на поверхности вот этой вот жидкой краски, находящейся в банке, образуется плёнка, такая вот плёнка, состоящая из вот сшитых между собой молекул масла. Вот как. Ну вот, это я воспел гимн кратным связям. И в то же время в реальных источниках углеводородного сырья кратных связей как бы не должно быть в больших количествах. Они уже за время существования этого сырья, за время хранения его в недрах земли имели возможность и тенденцию с кем-нибудь воссоединиться. Хотя, конечно, никто не запрещает в природе им встречаться. Но нам нужно их много. Нам нужно производить, скажем, полиэтилен. Слайд это замечательно во всех отношениях. Во-первых, он пытается показать, как из этана получить этилен, да? Этан. Это вот CH3, CH3 в левой части находится слайда. И самое замечательное, что здесь этилен, CH2, CH2, как вы видите, напечатан с очаровательной небрежностью. Отсутствует здесь коэффициентик 2, да? Ну и плюс ещё H2 должно получиться. Вот это всё делается в присутствии катализатора. Нужна, разумеется, для этого температура. И вот в присутствии катализатора это почти звучит как заклинание. В присутствии, например, волшебной палочки, да? Ну, для меня не совсем ясно бывает, как работает этот катализатор. Дело в том, что настоящие химики, если можно так назвать их, каталитики, да? Хотя так называют химики, занимающиеся химией катализа, они кое-какие нам объяснения дают. Вот помните, я вам рассказывал, как на железном катализаторе происходит синтез аммиака, да? Прилипает молекула азота и потихонечку, помаленечку начинается там к этой молекуле азота добавляться атомы водорода и формируются, значит, две молекулы NH3, да? Вот. Такой вот разговор был. Есть какие-то разговоры, которые связаны с катализаторами, на которых просто происходит залипание чего-нибудь, да? То есть, чтобы задержать газообразную молекулу, и чтобы, значит, она могла спокойно, значит, сосредоточившись с кем-нибудь там, взаимодействовать. А так вообще каталис – это тот раздел химии, который действительно помогает делать деньги. Сделайте катализатор, который ускоряет реакцию, скажем, в два раза, и вы, в общем-то говоря, грубо говоря, примерно в два раза снижаете по некоторым, по некоторым компонентам себестоимости производимого продукта. Понятное дело, что это держится в тайне, такого рода вещи. Иначе кто-нибудь обойдет и тайно будет производить, значит, с тем же успехом тот же самый продукт. Так что химию катализа не любят разглашать. Но успехи в ней всегда были. Особенно славился этими успехами советская химия катализа, ну и, соответственно, российская тоже. Вот химики-каталитики еще имеют пока заказы на свою работу. И вообще химики-технологи – это люди неунывающие в наше вот такое вот непростое время, потому что у них всегда есть работа. И вы знаете, в Менделеевском институте, это институт имени Менделеева, такой есть, значит, где учат будущих химиков, химики-технологи с удовольствием идут туда учиться, стараются, готовятся, их заваливают на вступительных экзаменах. Кто-то проходит, то есть там все как положено. Это вам не какие-нибудь там атомные бомбы делать или ракеты, да, на которых покупать или нет. На это всегда есть платежеспособный спрос на такого рода продукцию. Вот длинная такая развлекательная картинка, которая нам позволит затеять такой разговор, не сказать лицеприятный, а немножко интересный. Значит, длинная-длинная цепочка. Четыре атома углерода. Сейчас по памяти восстановлю название. Метан – это один. Этан, пропан, бутан. Бутан. Вот он, бутан. А вот это вот получилось бутен, да, вот, двумя связями, да. Бутадиен. Бутадиен. Ди – это два, а ен – это окончание, которое как раз используется в разного рода молекулах, содержащих двойные связи, да. То вот обратите внимание, почему-то без всяких комментариев воспринимается слово бутадиен. Хотя, хорошенько раскинув мозгами, можно придумать такую ситуацию. Вот здесь двойная связь, и здесь двойная связь, правда? Ну, вот такого почему-то не получается. Не надо даже каких-то оговорок делать там, да. Бутадиен 1, 3, там как-нибудь вот так называть. Нет, ничего подобного. Вот так и все тут. Дело в том, что как раз вот эти вот атомы углерода, которые содержат вот такое вот количество атомов водорода, так сказать, повышенные, да, вот 3, например, как у нас, да, они легче избавляются от атомов водорода, легче с ними расстаются. И вот здесь как раз и произошло такое расставание, расстались с двумя молекулами водородными. Отсюда 2H улетели, и отсюда 2H улетели. Ну, вот плюс 2H2 на самом деле ушло. Вот это вот очень интересное правило, которое говорит о том, откуда должно происходить отщепление, да. От наиболее гидрогенизированных атомов углерода. Ну, в общем, там, где больше водорода, да, там, где больше водорода, левой легче и тратит, да. Когда у человека много денег, он их легче тратит, правда. Так как когда у углерода больше атомов водорода, он легче с ними расстается, когда попадает в среду, где есть катализаторы. Почти как тотализаторы, да, звучит. Вот как-то там, где есть катализатор, подходящие условия, температура, он там с водородом-то и будет расставаться. И это как раз сырье для производства, кого там, бутадиенового каучука, например, да. Вот такая вот замечательная вещь, о которой мы с вами в свое время говорили, да. Ну, или вот, еще, извольте, другой, разветвленный, да, такой вот, как он хорошо у нас тогда, помните, работал, образовывая двойные связи, отсюда сюда перекидывал, строились мостики. Помните, мы тоже делали каучук из этого вещества. И, кстати говоря, здесь хочу вас познакомить с новой надписью, да. Минус 2H2. Что это за штука такая? Что за фраза такая? Минус 2H2. Это значит, что вот на этой стрелке вообще в органической химии очень тяжело всякие вот эти вот уравнения писать так, как принято было в неорганической, да. Слева реагирующие вещества, справа продукты реакции. Здесь обычно вот то, что отнимается или добавляется, пишется около стрелки, обозначающей, в общем, собственно говоря, значит, направление реакции, да. Минус 2H2. То есть тут надо отнять 2 молекулы водорода. Или там что-нибудь плюс О2, добавить в молекулу кислорода, скажем так, да. Вот видите, тоже так вот за милую душу все взяли и оторвали. Очень хорошо. Вот так вот это все и отрывается. Отрывается спокойно. Есть еще другой способ из бутана делать некую смесь такую, очень важную, нужную и полезную для людей, которые производят полиэтилен. При хорошей температуре, в отсутствии каких бы то ни было катализаторов, это называется крекинг. Когда высокая температура, вот такого рода химический процесс называется крекингами. Крекингом. Крекинг нефти, крекинг углеводородов. Я вам как-то рассказывал про переработку нефти, говорил про примагонный мазут, да. Это та тяжелая фракция мазута, которая, значит, ну, остается вот в этом вот, в перегонном аппарате. Так вот, оказывается, кроме примагонного мазута, есть еще мазут, получающийся в каталитическом процессе или в крекинг-процессе. Вот в крекинг-процессе за счет большого, высокой температуры нагрева происходит разрывание крупных молекул. Крупные молекулы рвутся и образуются молекулы покороче. Коротенькие молекулы, ну, для производства топлива это хорошо. Коротенькие молекулы имеют меньшую температуру кипения. И, соответственно, это получается, там, какая-нибудь солярка, керосин, бензин. Ну, на какие куски порвется, да. Особенно хорошо это делается в присутствии катализатора. А еще тоже очень замечательный способ – крекинг радиационный. То есть в условиях воздействия ионизирующих излучений. Ионизирующие излучения такие, они в субъектах очень интересные. Они проходят сквозь, значит, объем вот этого вот вещества и рвут, разрушают химические связи. Так очень холодно, конкретно, да. Вот не надо ничего кипятить. Помню, в годы моего детства вот очень рекламировался такой очень простой способ перегонки нефти. Радиоактивная труба, ну, рекламировался он, имеется, в таких научно-популярных журналах, чтобы нам просто было понятие запомнить. Радиоактивная труба, труба из радиоактивного материала, скажем, из отходов атомной энергетики. Через нее прокачивают нефть. С одного конца заливается нефть, с другого конца выливается смесь уже, так сказать, легких продуктов. Нефть становится легче, да. Знаете, есть такое понятие легкая нефть, тяжелая нефть. Легкая нефть всегда предпочтительнее, из нее можно сделать больше бензина. Вот. А в тяжелой нефти больше остается тяжелых фракций, мазута, парафина, вот таких вот вещей. Так вот, и здесь тоже происходит некая такая вот рвакля, разрывается связи. Причем очень интересно они разрываются. Вот давайте посмотрим на вот эту вот уравненец, которая здесь написана. Очень милый уравненец. CH3, CH2, CH2, CH3. На выходе у нас молекула CH3, CH3. Это называется этан. И молекула этилена. CH2, CH2. Это вот надо воспринимать как двойку. Эту тройку надо читать как двойку. Вот. И вот она, значит, тихо-мирно эта молекула разорвалась. Ну, как она так тихо-мирно разорвалась? Не могла она тихо-мирно разорваться? Она должна была сначала сложиться в крючочек. В крючочек она сложилась, она вот так вот свернулась, от жары, как представляете, вот так черевичок, от жары сворачивается. Ему что-то такое, там, я не знаю, то ли у него что-то чешется. И он вот этим носиком пытается себя за серединку укусить. Блохи, наверное, ему там мешают. Ну, я шучу насчет блох, я пошутил. Это вы поняли. Вот. И вот он сюда чешется, чешется. И получается такая ситуация. Он отдает свой атом водорода сюда, залечивает этот кончик, разрывается связь. Получается CH3, CH3 молекула. А здесь образуются две разорванные связи. Здесь торчит разорванная связь CH2 и здесь CH2. Но этим разорванным связям только что вместе с собой друг другом соединиться. И получается вот такая вот молекула. Здесь очень важно то, что для понятия, понимания вот этой ситуации, здесь очень важно то, что молекула может изгибаться. Молекула как раз изгибается под действием температуры. Вообще изгиб этих молекул, ну, например, очень большое имеет значение с точки зрения вообще восприятия свойств молекул. Особенно у сложных молекул. Ну, молекулы ДНК вы знаете, да? Ну, мне не хочется касаться святого, лезть к нам, так сказать, в нашу наследственность сегодня. А вот есть такая молекула сахара, да? И вот сахара называется, да? Молекулы глюкозы, да? Вот. И они бывают по-разному сдеформированы, да? Кресла, форма кресла, например, принимают. Такая вот шестиугольная молекула, она еще как-то изогнулась. Вот такая молекула одни свойства имеет. По-другому она изогнись, как лодочка, она немножко другие свойства будет иметь. Хотя это одна и та же молекула, по одному и тому же способу связана, но по-разному изогнутая. Так вот и здесь тоже под действием температуры, а температура бьет, это кинетическая энергия молекул, молекула начинает гнуться, деформироваться. Это же ведь не шарики бегают. Так мы себе вот по физике представляем нагрев газа идеальным. Идеальный газ – это газ, состоящий из материальных точек. Ну, материальная точка – это такая маленькая точечка. Маленький-маленький шарик, да? Вот так вот себя представляют в физике молекулы. Ну, наверное, так можно представлять себе молекулы инертных газов, гелии, например. А вот молекулы уже, скажем, водорода – двухатомную молекулу, кислорода, азота, воды – трехатомная молекула, углекислого газа – СО2 – трехатомная молекула. Уже так просто представить нельзя. Это некое такое вот сооружение, имеющее полярность. Она под действием нагрева может попуститься во вращение, колебательные какие-то начнутся движения внутри молекул. А тем более молекулы углеводородов. Они гнутся, изгибаются, загибаются. То есть за счет нагрева они начинают извиваться, да? Вы понимаете, они начинают извиваться от этой жары. И вот однажды, случайно, эта молекула головой к своей середине коснется, укусит себя, да так сильно прикусит, что превратится, перекусит сама себя, что превратится в две молекулы. В молекулу этана и в молекулу этилена, из которого потом можно делать замечательный полиэтилен. Ну, полиэтилен всем известен. Полиэтиленовые пленки, полиэтиленовые всякие элементы конструкции. В годы, в годы, когда я был молодой, называется, полиэтиленовая пленка была относительно редкостью. Поэтому полиэтиленовые пакеты до самого последнего советского времени принято было стирать и по второму разу использовать. Что, конечно, негигиенично крайне, да? Вот, потому что полиэтилен такой вот его горячей водой очень сильно не помоешь, он разойдется. А почему так? Ну, дело в том, что кроме того, что для производства полиэтиленовой пленки нужны отдельные, так сказать, мощности, полиэтилен еще использовался для очень важных приложений в качестве, например, изоляции. На кабели, вот, например, телевизионный кабель, знаете такой телевизионный коаксиальный кабель? Ну, если вы его разрезали пополам, не знаю, приходилось вам это делать или нет, мне это часто приходилось делать, когда нужно было разделать телевизионный кабель. Он состоит из нескольких слоев, слои полиэтиленовые. В середине идет, значит, проводник медный, вокруг него толстый-толстый слой белого полиэтилена. Вокруг этого толстого-толстого слоя белого полиэтилена такой, как длинный-длинный чулок сплетен из плотной медной сеточки. Это называется экран. И вот снаружи этого экрана наложены интересные вещи. Черный-черный слой изоляции тоже полиэтиленовый. Кстати говоря, зачем эта изоляция, которую снаружи накладывают, она черная-причерная, а та, что внутри, почему-то белая. Дело в том, что белая изоляция – это действительно чистый полиэтилен. Ну, совсем чистого полиэтилена не бывает, но по мере возможности достаточно чистый. Дело в том, что примеси, попадающие в изоляцию, в том числе и в полиэтилен, они снижают ее электрическую прочность. Правда, для коаксиального кабеля телевизионного электрическая прочность, она, так сказать, не является чем-то таким очень уж важным. Ну, это все-таки слабые сигналы, идущие с антенны к нам, да. Но, в принципе говоря, хорошая изоляция, значит, должна делаться из чистого полиэтилена. Это повышает срок ее службы, снижает вероятность электрического пробоя, когда на нее подается напряжение. А вот наружный-то слой выполнил из полиэтилена, содержащего частички сажи. Для чего это так? Полиэтилен ведь, в принципе, прозрачный. Ну, полиэтиленовая пленка вообще прозрачная, как стекло почти, да. Вот. А толстый-толстый слой белого полиэтилена, ну, тоже хорошо пропускает свет. А вот эта тонкая оболочка, тонкая оболочка из черного полиэтилена нужна для того, чтобы предотвратить сшивку под действием солнечного излучения молекулы полиэтилена. Вот эти вот длинные молекулы полиэтилена, которые из себя представляют такую структуру. CH2, 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 CH2. Это вот получается при полимеризации этилена. Поэтому называется полиэтилен. Молекулка полиэтилена, CH2, CH2, ну, вот полюбуйтесь на нее, да. Приближается к другой молекуле полиэтилена, CH2, CH2. Одна из парных связей разрывается у обоих молекул, они стыкуются друг с дружкой, получается цепочка. И эта цепочка может нарастать до любых размеров. Так вот, беда заключается в том, что под действием ионизирующих излучений, а любой свет — это ионизирующие излучения, происходит разрыв. Такие химические связи может происходить, и их повторное соединение, шивка. Шивка может происходить между соседними молекулами. Меняется механическая прочность просто-напросто. Материал становится более хрупким. С одной стороны, это более прочный, с другой стороны, более хрупкий. Он может легко разбиться, раскрошиться, разломаться. Это хрупчение происходит с любыми полимерами, в том числе и с газетной бумагой. Да, да, я должен так картинно сказать, газетная бумага — это тоже полимерное вещество. И, кстати, туалетная тоже. И бумага, на которой печатаются деньги, это тоже полимер. В них в качестве полимеров выступает целлюлеза. Молекула целлюлеза — это, значит, цепочка, цепочки, объединившиеся в цепочке молекулы глюкозы, сахара. Да, вот оказывается, всё, что не есть у нас, и конфета, и её фантик, это всё построено из одного и того же материала. Представьте себе, да? Но так этот материал сделан, что конфета сладкая, а фантик, ну, вовсе не сладкий. Ну, так вот, вот, значит, когда газетной бумагой бывает в холостякской квартире завешивают окно от солнца в качестве занавески, то бумага желтеет, она желтеет, желтеет, желтеет. Наконец, когда холостяк собирается жениться и наводит порядок, он, значит, эту газету берёт с окна-то, она у неё рассыпается в руках. Потому что произошла вот эта вот разрывы и шивки между соседними молекулами вот этого вот полимера, целлюлёзы, и она стала очень хрупкой. То же самое происходит и с полиэтиленом, который лежит на солнце. Любопытно разглядывать разбросанные вокруг домов, так сказать, дачников различные полимерные бутылки. Очень много сейчас полимерных бутылок, вы знаете, да? Да, вот, особенно как-то вот умиляют меня полимерные бутылки, сделанные вот из-под шампуня, вот такие, знаете, прозрачные. Чем они меня умиляют? Вот с одной стороны, та, которая кверху лежит, коснёшься рукой, и она рассыпается. А внизу, она была предохранена немножко верхней частью от солнышка, она ещё лежит, как лодочка не успела рассыпаться. Меня это, в принципе, радует, потому что любой мусор, который мы таким образом вокруг себя разбрасываем, рано или поздно превратится в пыль. Рассыпется и превратится в пыль, да? Вот меня это радует. Ну, так вот, вернёмся немножко, знаете, к чему? К свойствам вот этих вот иенов, да? Иенов, то есть содержащих двойные связи, да? Этилен, да? Вот этилен очень хорошо любит реагировать с галогенами. Любимое занятие проверять, есть ли в газе этилен, это пропускать его через бромную воду. Бромная вода, в зависимости от концентрации там молекул бром-2, в той или иной степени имеет такую характерную коричневатую окраску. И вот по мере пробулькивания через них вот этого вот вещества, CH2-CH2, происходит образование соединений с бромом, да? Бромистый, а бром он тяжёлый. Бромистые вот эти вот соединения, да? Это как называется? Метан-этан, да? Ди-бром-этан, вот так это называется. Здесь, правда, вот не по делу поставленная вот чёрчика, которая показывает выпадение в осадок, её хорошо поставить в конце, да? Такая длинная молекула, что недотерпел, значит, художник и поставил поскорее вот это вот выпадение в осадок. Действительно, это будет выпадать в осадок, наверное, но самое-то главное, то, что будет пропадать окраска брома. Вот бром будет разворачиваться и соединяться с этиленом, залечивать вот эту вот рану. Бром вообще тоже большой хищник по части окисления, так же, как и марганцовка. Ну вот с марганцовкой как-то более принято работать. Да, кстати говоря, на этом же основаны и замечательные свойства марганцовки, которую используют некоторые, значит, рукодельники, домашние, так сказать, винокуры, да? Я вот долго выбирал слово. В наше время таких хлёстко называли самогонщиками. Самогоноварение в наше время запрещено. Сейчас, насколько я знаю, запрещено производить самогонку на продажу, да? Ну так вот, вот всегда существовал такой способ очистки самогона с помощью марганцовки. Значит, в неё добавляют марганцовку с тем, чтобы вот эти вот двойные всякие связи залечить, окисляют их, да? То есть вот происходит вот очистка от этого продукта, который они получают от вот таких вот примесей. Кстати говоря, есть разительное различие в культурах винокурения, скажем, вот российской и, ну, например, так сказать, британской какой-нибудь, да? У нас принято полученную, значит, жидкость, полученный спирт по мере возможности очищать. Двойная перегонка, да, пропускание через активированный уголь, это вот то, чем наполняется противогаз, тем, чтобы всякие нехорошие примеси оттуда убрать, изъять. А вот тамошние люди, тамошние винокуры, производители, так сказать, виски, они очень люди терпеливые. Они стараются изменить вкус виски, смягчить его, да, добавляют в него всякие добавки, держат его в дубовых бочках из-под вина, например, да, вот выдерживают годами терпения. Ну, у нас бы терпения не хватило. Мы все-таки люди более южные, наверное, более горячие, чем англичане. Правда, у нас хватает терпения делать многократную очистку. Вот еще неизвестно, что лучше, да? Ну, вот у нас вот такая вот культура производства спиртового, а у них вот несколько иная. Кстати говоря, вот в наше советское время нам иногда из-за бугра рассказывали про вкусы наших членов Политбюро. Кто курит какие сигареты? Брежнев курил сигареты новость. Очень такие простенькие, дешевенькие сигареты, между прочим. Вот. А, значит, часто говорили, что вот такой-то член Политбюро, любимый его, значит, напиток виски. Виски. Как ни возьми все виски. Что же они такие, вот, не патриоты? Ну, ладно, водку он не пьет, но пил бы коньяк, в конце концов. Вполне интеллигентный напиток у нас считался в наше время. А, оказывается, очень просто. Очень многие заслуженные люди в нашей стране были выходцами из сельской местности. А в сельской местности как-то вот первый алкогольный опыт люди получали, именно употребляя самогонку. А виски как раз и напоминает эту самогонку. В ней слишком много вот этих вот двойных связей, сивушных, масел. Да, вот этот такой вот немножко самогонный вкус, вот, им уж так с детства и понравился. Вот, кому что понравилось с детства, те, то и употребляли. Таким вот, значит, образом. Ну, вот на этой вот картинке в лицах разыгрывается драма взаимодействия молекулы брома с молекулой этилена. Вот они подошла, подошла молекула брома к этиленам, к молекуле этилена. Молекула брома большая, бром тяжелый, тяжеловесный. Он весь окружен шубой из чебурашек, то есть из молекул, из молекулок воды, из полярных молекул воды. И вот, расталкивая вот эти полярные молекулы воды, молекула брома приближается. Она, ее тянет вот к этой двойной связи. Бром, вот эта парочка бромов чувствует, где можно поживиться, где можно прильнуть вот как вампиры, перекусить вот эту двойную связь и напиться горячей электронной жидкости вот этой вот соединиться. Ну вот он сейчас прокусит. Вот смотрите, это сцена вампиризма. Вот он прокусил и насосался. Ошеломленный художник даже не убрал здесь двойную связь. Представляете, вот я понимаю художников, которые наблюдают эти сцены вампиризма молекул брома. Вот что произошло. Так, я вам уже заикался про циклические вещества, да? Заикался. Вот это такой вот цикл. Значит, метан, этан, пропан, бутан, пентан. Циклопентан называется, да? Циклопентан. CH2, 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 CH2. Везде здесь молекулы звенья CH2. Как его, собственно говоря, переделать можно? Они самые разнообразные бывают, циклы. Кстати говоря, этими циклами богата бакинская нефть. Такого рода циклические молекулы, они, с одной стороны, более устойчивые, поэтому их называют иногда циклопарафинами, да? А парафин, кстати говоря, как вы знаете, вещество достаточно упорное, устойчивое. Ну вот парафиновые свечи, которые содержат, кроме парафина, там еще другие добавки, но тем не менее парафин их основное содержимое. Парафиновые свечи, видите, они даже плавятся, но потом могут засохнуть, застыть, простите, не засохнуть, конечно, застыть расплавленный прозрачный парафин и превратиться опять, значит, в твердую массу, да? Вот. То есть они химически устойчивы даже к такому нагреву в пламени свечи. Правда, там они в пламени свечи сгорают, те парафины. Вот это вот называют циклопарафинами, хотя это, конечно, не парафин. Это сколько здесь атомов углерода? Раз, два, три, четыре, пять, шесть атомов углерода. Это уже бензин, это жидкость, но жидкость, имеющая, скажем так, вот меньшую температуру кипения, чем если это была бы длинная молекула, да, такая вот цепочка, линейная структура. Такие циклические структуры, они имеют вот преимущество, преимущество имеют, да, они в плане испаряемости кипят при более низких температурах. В этом плюс. То есть нефть получается такого рода легче, несмотря что молекулы тяжелые, но она легче, да, легче испаряется, легче испаряющаяся нефть. Это вот большое достоинство бакинской нефти, кстати говоря. Хотя Дмитрий Иванович Менделеев, когда ему заказывали, поручали вот долгие годы, последние годы своей жизни, уже когда он был всемирно известный ученый, он занимался консультациями, да, и вот ему, значит, ставится какая-нибудь задача промышленниками, да, или государственными властями. И он занимается ее решением, собирает сведения, путешествует, изучает. И вот по его утверждениям, скажем, так сказать, техасская нефть гораздо была продуктивней в смысле получения легких фракций, чем нефть, так сказать, бакинская. Да, вот тогда у нас основной источник, у нас это в Российской империи была углеводородного сырья жидкого, бакинская нефть. Ну, вот Дмитрий Иванович вот определил, что в Техасе еще лучше, вот, представлять, как хорошо жить в Техасе, да. Ну, пора нам, наверное, заканчивать наше занятие. Впрочем, напоследок я вам покажу вот что. Вот он, замечательный цикл, состоящий из шести атомов углерода, но ни одной двойной связи. Вот такой вот, немножко изогнутый в пространстве, он такой неплоскостный цикл, циклогексан называется, да. И я вам скажу вот что. Как получить такого рода соединения, которые содержат тройные связи? Оказывается, очень просто. Достаточно взять метан. Метан – это то, что у нас горит в печках, в топках и в газовых плитах. И при огромной температуре, полторы тысячи градусов, он сам по себе будет лишаться водорода и слепаться вот в такие вот соединения. CH-CH с тройной связью. Вот он, так сказать, триумф органического синтеза, триумф, простой источник органического синтеза. Не нужен никакой кальций С2, карбид кальций для получения ацетилена. Достаточно большой температуры. Кланяться я вам хочу всячески, желать вам всего доброго. И звать вас на следующую лекцию, на которой мы будем толковать с вами об ароматических углеводородах. Такое слово есть – ароматичные. Они действительно очень ароматные. Действительно имеют чудесный аромат и чудесный запах. Всех благ вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok